День добрый! Здравствуйте! С вами Смирнова Ирина. Сегодня мы устанавливаем на наш блог плагин LikeBox. Этот плагин помогает нам объединить нашу страницу в фейсбуке, фан страницу и наш блог. Что он из себя представляет? Мы можем его установить вот в таком виде, то есть в виде виджета, на котором есть возможность присоединиться к странице, нажав кнопку «Мне нравится», перейти на саму страницу, кликнув на название этой страницы, увидеть, какое количество пользователей присоединилось к вашей странице и даже увидеть их фотографии. Можно перейти на страницу социальных плагинов Facebook, а можно установить вот в таком виде. Здесь те же самые абсолютно функции, которые мы только что рассмотрели с правой стороны в сайтбаре, но здесь добавляется еще поток вашей хроники. С правой стороны бегунок, двигая который, можно просмотреть полностью всю хронику. А нажав на кнопочку «Еще», можно добавить количество сообщений с вашей хроники. Зайти на страницу плагинов очень просто. Первый способ – это зайти на вашу фан-страницу из профиля. Когда вы заходите на фан-страницу, вы попадаете в свою административную панель. В административной панели вы заходите в опцию «Редактировать страницу», «Обновить информацию». После обновления информации с левой стороны появляются опции «Ресурсы». Зайдя сюда, во втором секторе вы увидите третьи ссылки «Используйте социальные плагины». Это первая возможность. Вторая возможность еще проще – ввести в адрес developers.facebook.com.docs.plugins. Итак, здесь страница, на которой предоставлено большое количество плагинов, социальных плагинов, которые можно устанавливать на вашем блоге. Нас интересует в данном случае вот этот плагин – LikeBox. Переходим на него. Как видите, здесь с правой стороны отображается внешний вид виджета страницы с адресом платформ. Ваша задача здесь ввести короткую ссылку своей страницы. Вот я ввела ссылку на свою страницу и сразу, как видите, изменился внешний вид с правой стороны. Ширина виджета соответствует должна ширине вашей колонки, туда, куда вы будете устанавливать этот виджет. Ширина моего виджета 200 пикселей. Как видите, достаточно узкая ширина. Высоту я запланирую себе где-то 400 пикселей. Вот таким образом будет выглядеть виджет. Так как мой виджет очень узкий, показывать поток хроники нет смысла. Он получается некрасивый. В связи с этим я вот в этом чекбоксе убираю галочку. И, как видите, поток у меня исчезает. Но появляются фотографии лица моих друзей, тех людей, которые подписались на мою страничку. Вот в этом чекбоксе вы можете убрать фотографии. И тогда останется вот в таком виде ваш виджет. А можете установить фотографии. И фотографии заново появляются. Я считаю, что фотографии должны быть. Это привлекает людей, во-первых. А во-вторых, вы видите конкретно, сколько людей и какие люди к вам присоединились. Здесь вы можете выбрать цвет вашего виджета. Он может быть темным, а может быть светлым. У меня дизайн сайта светлый, поэтому я выбираю светлый. Здесь я могу поменять цвет рамочки виджета. Например, если я введу здесь слово green, зеленый, то посмотрите, рамка моего виджета изменила цвет на зеленый. Здесь также я могу показывать или не показывать хедер виджета. Если я уберу вот здесь галочку, то у меня появляется вот такой вот виджет. Обратите внимание, что после того, как я убрала хедер, у меня очень аккуратненько и ровненько встали имена людей, моих фанов. Итак, все готово. Кликаем на вот эту кнопку получить код. И перед нами открывается окно с кодами. Для нас важен вот этот iFrame. Мы его копируем. И переходим в виджеты нашего блога. Для того, чтобы установить этот плагин, нам необходимо найти виджет текст. Мы поднимаем его на то место, куда мы хотим установить его. Открываем. И вот в это поле вводим тот самый код, который скопировали в фейсбуке. Обращаем внимание на следующее. Посмотрите, у нас поменялся, видите, размер. Вот я сейчас обратила внимание, что поменялся размер. Ширина осталась 200. А высота осталась 258. Поэтому я заменяю это число на 400, так как я хотела установить там. Но обратите внимание, что в этом коде меняется эта цифра дважды. Вот здесь еще одна цифра высоты. Я тоже ее заменяю на 400. В заголовке я пишу. Заходите на мою страницу. Буду рада. Вы можете написать здесь любую фразу, приглашающую ваших друзей попасть на эту страницу. Сохраняем. Закрываем. И переходим на сам сайт. Как видите, вот тот самый плагин, тот самый виджет, который мы с вами установили. Зеленая рамочка, высота 400 пикселей, ширина 200. Как видите, все очень просто. Успехов, удачи. Всего доброго. С вами была Смирнова Ирина. Субтитры создавал DimaTorzok